В субботу в районе станции метро «Холодная гора» произошло ДТП, унесшее жизнь 33-летней женщины. Перед перекрестком улиц Холодногорской и Полтавский шлях водитель ВАЗ-2106 выехал навстречу и пытался обогнать маршрутку. Перед пешеходным переходом «шестерка» вылетела на тротуар, где травмировала женщину и врезалась в столб. Водитель в состоянии алкогольного спьянения с переломом ноги и закрытой черепно-мозковой травмой, а также пешехода, женщина 82-го года, с переломом ноги, численной кровоотратою, было направлено до медицинского заклада. Позже мы получили информацию, что пешеход от отриманных травм погибло в лекарне. На данный момент открыто криминальное проведение, обставины причины пригоди з'ясовываются. Утром во вторник центральную городскую больницу «Изюма» с сильным отравлением угарным газом доставили девочек двух и трех лет. Дети скончались. Ранее в частном секторе в селе Искра произошел пожар. В результате короткого замыкания новогодней гирлянды загорелась штора и диван. Дети спали в доме, пока взрослые находились на улице. В полиции открыли уголовное производство по статье «Нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее тяжкие последствия». Сильного огня не было. Было сильное тление. И это тление происходило. Выгорал кислород. И когда комната полностью наполнилась опасным газом, углекислым газом, и, естественно, тогда огонь сам по себе затух, небольшое отление продолжалось. А для ребенка, для взрослого человека два-три вдоха, и взрослый человек, даже мужчина взрослый теряет сознание от этих двух-трех вдохов. А ребенку достаточно одного вдоха во время сна. В тот же день на перекрестке проспектов московского архитектора Алешина в Харькове столкнулись скорая, перевозившая военных, и кроссовер «Фольцваген Туарек». В аварии пострадали водитель «Фольцвагена» и двое бойцов. С ушибами и сотрясениями мозга разных степеней тяжести всех госпитализировали. В военный госпиталь ехали, везли больного, сознание терял. Вот тут была пробка, и, в принципе, метров за 300 от светофора я включил звуковую сигнализацию, проблесковые уже были включены. Ну, ехал, все уступали, а один остался. В тот же день, около 11 утра, резонансное ЧП произошло на парковке по улице Клочковской. Двое мужчин, закрытыми лицами, на глазах у прохожих и других водителей, облили легковоспламеняющейся жидкостью и подожгли автомобиль «Хонда Аккорд». Это было направлено сразу в два отделения. По приезду было установлено, что люди, которые там находились, до приезда наших ребят, самостоятельно потушили данный пожар. Также во вторник днем на территории Харьковского подшипникового завода сотрудника затянуло в механизм транспортера. От полученной производственной травмы 49-летний житель Чугуевского района погиб. Факт происшествия полиция классифицировала по статье «Нарушение правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью». А в среду утром во дворе частного дома по улице Шатиловской прогремел взрыв. По данным полиции, неизвестные бросили во двор гранату, которая повредила фасад зданий и автомобиль. В момент взрыва в доме находился 54-летний хозяин с семьей. Никто не пострадал. В версии Е план расследования складенный, однако поведомляти передчасно было только начать досудовое расследование. Видеозаписы Е, камеры працювали на месте подии. Зафиксированы видозаписы, выучены и доучены до материалов криминального проведения. Правоохранители классифицировали происшествия как хулиганство. Санкция статьи от 3 до 7 лет тюрьмы. Елена Нагорная, Оксана Зинковская, Медиагруппа, Объектив. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова